Вопрос. Мы омыты кровью Христа, и поэтому святыми называемся. А по делам мы, может, и не святые. Понятно. Мы пришли не просто здесь сидим. Мы пришли, как посланные Богом врачи к больному обществу, возвестить волю Божию. Я понял тебя. Главное, что Иисус Христос умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. И верующий в Него не постыдится. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Слава Иисусу Христу! Только проснулся. Ну ладно тогда. Мы свидетельствуем о Боге, о Его любви к людям. А я атеист. Мне это все не интересно. Не ругайтесь. Не интересно, потому что привыкли жить в грехе. Делающий добро идет к свету, Евангелие говорит. А делающий зло и не идет к свету. А я делаю добро и не верю в свет. Ну, вы так думаете, что делаете добро. Без Бога вы определить не можете, кто вы такой. А чего раздето это? Я говорю, только проснулся. Да не поэтому. Ну вы проснулись, но и остальные же проснулись-то. Процентов 90 голые мужики. И причина-то одна. Кто увидит женщину блудливую, чтобы эта шалава к тебе сразу познакомилась и пришла блудить. Вам не хватает венерических болезней? Ну, это не надо говорить-то. Мне 81-й год. Я всяких людей... Я знаю, для чего собрались здесь. Это садом. Здесь открыто блуд творят. Женщины сиськами трясут. Мужчины анонизмом занимаются. Ага. А я вам попугая покажу. Смотрите. Ну, попугай это хорошо. Ну, вот если это попугай, сейчас постойте-ка, я покажу вам. Ещё лучше. Смотри-ка, пойдём-ка. О, КТ! КТ круто! Если мой белый попадёт, от твоих попугай в пёрышко не останется. Не-не. Не останется, согласен. Смотри, какой герой. Видишь, нет? Вижу, вижу. Это тигр настоящий. Давай, иди. Давай. Ну. Красивый у вас кот, красивый. У меня 10 кошек. Ого! Ого! Которые беспризорные. Я их беру и до осени... Так вы курите, мы расстаёмся. Мы не разговариваем с курящим. Сюда мы, чтобы возвестить великую милость Божию, что Иисус Христос жил и умер за наши грехи. Но есть люди, которые говорят, ой, а я другой веры. Ну, я на это отвечаю. Ну, ты же человек. У них, говорят, я показываю. Может, тебя эта книга интересует? Может, ты считать умеешь? Алхамдулло, это правильно. Мы не религию проповедуем, юноша, а Христа распятого. Он умер за нас. Это спаситель мира. Второе лицо Троицы. Бог и человек. Ты не думаешь, чтобы ты не умираешь. Ты умираешь, чтобы Аллах будет тебя спросить. Чтобы ты почему-то здесь будешь что делать, что не делаешь. Вам трудно по-русски, по-русски трудно разговаривать? Что? Вам по-русски трудно разговаривать? Да. Ну, поэтому, видите, тут сложные вопросы. Сура пятая, сура, у вас в книге в этой. В этой книге, сура пятая, 47 и 66 аят. Прочитайте. Там про нас говорится. Нам инжил Бог дал, Евангелие, и чтобы мы по нему жили. Я Евангелие проповедую, не вашу. Вашу книгу я не трогаю, потому что она ваша святыня. Субханаллах. Давай счастливого. С Богом храни Господь. Это жизнь укорачивает. Какая разница? Ну, это уже... Рано или не можно, мы все умрем. Какая разница, раньше или позже? Ну, это уже означает, до конца человек дошел, мозги проблудил, если так говорит. Материться он будет, что угодно делать, родителей не уважать. А какая разница? Умрешь, узнаешь, какая разница. В огне вечном гореть, в огне гореть или в царстве небесном быть? Это большая разница. Я всегда уважаю своих родителей. Ну, чего ты так? Вот когда курит где-то женщина, я много работал с заключенными, я уже знаю, что она не девственница. Мне 18 лет. У нас капитан милиции спросила, малолеток, какой самый печальный день был у вас? Она думала, скажет, когда товарищей предали, когда посадили. Все ответили одно, когда потеряла девственность. Это самый трагический день был. Вот пьют, сидят. Огонь, блуда не погасишь водой. Огонь гиена не гаснет от этого. Надо искать Бога, Христа, который умер за нас и воскрес, и дарует прощение. Кто приходит с молитвой к нему? Что-то вы совсем верующий. Без друга не только, чтобы обойтись надо. Жизнь сейчас такая, так что... Нет, голубушка, не жизнь такая. Это избрали другое. Бог говорит, я предложил жизнь и смерть, свет и тьму, благословение и проклятие. Но зачем вам умирать? Ты выбор делаешь. Ты человек по образу Божию. Бог из тебя робота не сделал. Вы вот зайдите на наш Ютуб, и вы увидите, какие у нас девушки и женщины. Как они одеты. Каких красавиц Господь, говорит, послал на дело Божие. А такие же люди. Мы строим деревню православную. Нельзя пить, курить, материться, воровать и лгать. У нас ни одного аборта нет. Ни одной измены. Ни одного развода. Ну, а как же так получается? А вот так. Без Бога-то 80... А сейчас вообще куда катится этот мир? Сейчас везде одни убийства, рабство. Это вообще уже не мир. Это мне кажется апокалипсис. Вы зайдите на наш Ютуб-канал, вы увидите другая жизнь. Это не просто дается. В этом мире разврата, и чтобы жить по-другому, воспитывать детей, это нужно не один день-два. Я начальник детского лагеря, сам основал его. 45 лет, еще три года в ином формате. Без помощи государства, ни рубля не получили. Тысячи детей подняли. Меня сажали за слово Божие, за то, что я проповедник. Я в пяти тюрьмах отбывал. Сколько людей встали на правильный путь. И вы не говорите, а кто, а как, где. Вот люди неграмотные. Я одновременно в пяти университетах вел занятия. Три радиопрограммы, 13 школ. Их температура меняется во всех отделах милиции. И начальник милиции, говорит, мои милиционеры-то стали себя тише вести. Надо работать, молиться. А молиться, значит, ты пойди в храм. Вот сейчас мы идем в храм. Сегодня воскресный день. Вас как звать-то? Лида. Лида, Лидия. Это такое царство было, Лидия. У него, видимо, даже перевода нет. Я Лапкин Игнатий Тихонович. Город Барновол, Тайский край. Мне 81-й год. Если вот, Лидия, вы пожелаете больше узнать, вы два слова только запомните. Игнатий Лапкин, запишите. Вы меня найдете в скайпе. Я один с этой фамилией и именем на интернет. Игнатий Лапкин, запишите. Сейчас запишу, в телефоне подойдет? Да, вы мне понравились. Рассудительная. Лапкин? Лапкин Игнатий. Угу. Игнатий. А YouTube у меня канал называется «Во свете Библии Игнатий Лапкин». Можете сейчас найти его. «Во свете Библии Игнатий Лапкин». Угу. Это огромный YouTube. 18 400 роликов. Просмотром 44 миллиона. Мы пришли сюда, чтобы возвестить людям великую радость, что Иисус Христос, Сын Божий, сошел на землю и умер за грехи людей. И воскрес для нашего оправдания. Чтобы человек не отчаивался. Какой бы ты ни был, приди с покаянием, и любовь Божия покроет тебя. И впредь не греши. Ты богослужитель? Ты служишь в церкви? Ничего не слышно, что-то у вас. А ты в церкви работаешь? Я ничего не понял. Покажи Библию. Вы хотите какой-то вопрос задать? Поближе к микрофону сделаетесь. Покажи Библию. Ну так сильно шумит. Это так не годится. Вы хотите узнать, откуда я или что? Я нахожусь в Алтайский край, город Барнаул. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81 год. У нас очень большие ресурсы. Допустим, в YouTube-канале. Канал у меня есть. Канал. Вы можете не ругаться, чтобы ни одного слова плохого не говорили? Да, да, да. Можете, да? Сделайте микрофон поближе, чтобы вам слышно было и мне слышно. Мы пришли с благой вестью. Сказать, что ждет людей, которые здесь занимаются безобразием. Содом и Гамору устроили. Блудный дух все погрубил. Половина мужиков голые, процентов 90 мусульмане. Самое развратное все сюда стеклось. А мы говорим людям радостную вещь, что на землю сходил Сын Божий Иисус Христос. И умер за грехи людей. И воскрес. Чтобы люди жили по-божески. Потому что за этой жизнью, за этой жизнью, есть другая жизнь. Называется загробная. Почему так и справляют, когда умрет человек, 40 дней и проще. Молятся о них. Начинается новая жизнь. Те, которые написаны, верующие в Сына Божий, имеют жизнь вечную. Во Христа. Не верующие не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Иисус Христос, посылая учеников, сказал им. Евангелие от Марка, 16 глава. Проповедуйте Евангелие. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Огонь вечный с сатаной в огне гореть будет. А праведник в царстве Божием. Если у вас вопросы, можете задать. Только без ругания. Батя, как звать? Так, поближе маленько сделайтесь. Тихо. Отец, тебя как зовут? Как говорите? Как зовут вас? Я нахожусь в Алтайский край, город Барнаул. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81 год. Достаточно? Да. Что ты представляешь вообще? Мы православные люди, проповедники. Допустим, что я представляю конкретно? Если вы зайдете на мой в Ютубе канал, вы поймете сразу. Потому что у меня там моих роликов. 18 тысяч 400. Роликов. Где мы строим православную деревню с нуля. Где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. На 31 тысячу погубленных сел в Российской Федерации. Только одно наше православное село такое. Кроме того, Господь позволил мне создать детский лагерь. Без помощи государству. Я 45 лет его начальник. Тысячи детей подняли без помощи государству. Кто я? Дальше. Одновременно вел занятия в пяти университетах. 13 школ. Так, во всех отделах милиции. Три радиопрограммы регулярно. Как вас звать еще раз? Игнатий Тихонович Лапкин. Город Барнаул. Игнатий Тихонович. Мы пьем, курим и матом ругаемся. А не надо пока делать потом. Я вам расскажу, вы подумайте, правильно ли. Вы молодые ребята, вам жить да жить. Куриво отнимает 12 лет жизни. И последние 10 лет туберкулезом будешь плевать. Я имею право это говорить. Потому что я издавал книги. И кроме всего в стране, первый, кто насчитал архипелаг ГУЛАГ. И мне пришлось пройти пять тюрьм и лагерь смерти. Так что я на ваши брата насмотрелся. Что с них делаю? Тихонович, вопрос есть. Да. Сидел Жанатас, Жанбульская область, Казахская ССР. Казахская СССР? Что говорите? Вы что сказали? Казахская СССР? Да, тогда была. Я в 86-м году последний раз судим был. Игнатий Тихонович, после загробной жизни душа сколько лет ищет свой покой? Позагробная жизнь вечная, не имеющая конца. Бесконечно. Человек там не стареет, не болеет, не воздыхает. А что там есть, написано так. Не видел глаз, не слышала уха и на сердце не приходило. Что Бог приготовил любящим его? Ладно, Игнатий Тихонович. Так, ребята, знаете, если у вас будет желание встретиться, вы меня легко найдете. Два слова запомните. Игнатий Лапкин в скайпе. Я один с этой фамилией. Для чего к вам встречаться? Вы чем-то лечите, чем-то... Да, да, да. Вот сидит человек, у которого трудности было. Я его пригласил домой, он у меня сейчас живет уже третий день. Все изменилось сразу у него. И вы будете другими. Вам будет... Вот у нас нет ни одного развода, ни одного аборта. Мы все как одна дружина. У кого что-то не ладо, все бросаются на помощь. Разве это худо? Ладно, Игнатий Тихонович, давайте... Дай Бог вам здоровья. Храни вас Господь. Всего вам улучшено. Вас как звать-то? Вас как звать, вот который сидит?